Здравствуйте, мои зрители! Хочу маленькое видео записать по поводу того, что так как у нас что происходит в стране, понимаете, то люди очень многие, которые не ругались матом, начали ругаться матом. И при том, так вы знаете, добряче, хорошо ругаются матом. Ну, просто даже, честно говоря, вот я вообще матом не ругаюсь. Иногда всё равно вот что-то такое, бах, и могу сказать. Вообще это очень плохо. В том плане, что, понимаете, все те события, которые происходят, негативные. И надо стараться даже при этих негативных ситуациях духовно себя всё-таки держать, чтобы не упасть вниз. И вот те люди, которые ругаются матом, они опускают себя вибрационно. То есть ваша энергетика, она падает. Вот, и знаете, по всем писаниям говорит о том, что если человек матершинник, то возле него сразу находится, скажем так, ну, бес, да? Или там нечистые силы. Ну, в зависимости от какой конфессии вы в этом принадлежите. Или вот многие вот, знаете, вот есть, какого, корлеона, да, вот эти вот фотографии, которые делаются, фотографии корлеона. Ой, зажжал мой экофлоп, потому что света нет, и я делаю под иллюминацией, как говорится. Вот. Там даже на фотографиях видно вот эти вот сущности, или можно их назвать лярвы, да, которые нам они не видны, но на тонком плане они есть. То есть, получается, вот эти вот сущности тёмные, когда вы ругаетесь матом, они к вам цепляются, к разным местам. И высасывают у вас энергию, тем самым понижая вашу энергетику, снижая, да, вот. И получается здесь взаимосвязь какая? Чем ниже у вас энергетика, тем в худшие условия и в плохие ситуации вы попадаете. То есть, у вас могут быть частые скандалы, там, какие-то, знаете, неприятные ситуации, какие-то вы там, ну, кто-то вас обманул, кто-то вас обыкрал. То есть, это снижение вашей энергетики, понимаете? Это всё, матерные слова, они тоже влияют, очень сильно влияют. Тем более, ситуация, которая, говорю, у нас происходит в стране, не только в стране, а вообще сейчас во всём мире, не только, как бы, какие-то военные действия, ну, и наводнения, вот это вот всё. И люди, как бы, ну, оно получается, как автоматом. Может выскакивать. Так что мой вам совет, держитесь, старайтесь следить за своей речью, как бы не хотелось вам сказать, старайтесь её как-то перекрывать. Если человек это перекрывает, то оно не будет вылетать, как бы, с ваших уст. И ваша энергетика будет сохраняться так, которая есть. Потому что все вот такие ситуации негативные, которые происходят в странах, да, они нацелены на то, чтобы, ну, это как испытание, как испытание, и понизить нас вибрацией, и чтобы нашими душами завладели, ну, другие сущности. Уже многие, кто на моём канале находится, и кто вот, как бы, изучает потусторонний мир, там, эзотерику, да, или кто-то там какие-то библейские законы изучает, они в курсе о том, что война, и вот это не только вот на земле война, это идёт битва за души. Вот, и посмотрите, вот такие негативные ситуации, они выявляют, как в Библии написано, зерно от плевио. Посмотрите на людей, у которых просто вот, вот они сидели, их было не видно. Вот они вроде бы как, ну, ходили там на работу, зарабатывали, приходили домой, да, что-то, какой-то негатив дома испускали, но это дома. А сейчас вот этот негатив дали небольшую им какую-то там власть, вот чуть-чуть вот власть. Ну, у нас, например, останавливают там людей проверять документы, да. Вот, вот чуть-чуть вот власть, вот маленькому, вот этому негативному человеку, который был никем, и вдруг он стал кем-то. Вот. Он, такое из него лезет дерьмо. То есть вот эта ситуация, они же, говорю, помогают людям сориентироваться, кто и что из себя представляет. Понимаете? Поэтому даже на людей, которые вот так себя ведут, старайтесь, ну, увидел, отошел от него подальше, все, не вклиниваться вот в эти все разговоры, да, перипетии какие-то. Старайтесь с такими людьми не общаться, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Это только вы отдадите свою чистую энергию этому человеку. Вот. А тот человек, как был весь в негативе, такой он останется. Вот. И сейчас идет очень сильная чистка. Чистка идет сильнейшая. Поэтому по статистике очень много погибает людей. Вот. И неважно, в ситуации, которая у нас в стране, очень много отноводнений, от землетрясений. Сейчас очень сильная чистка. И при том, у многих еще людей просто останавливается сердце. Вот человек пошел, сердце остановилось, и все. И неважно, молодой или старый. Вот. Очень много таких случаев. Ну, то есть идет конкретная очистка земли. Потому что мы настолько здесь все это загадили. А мало того, что, понимаете, все сидели дома, и вроде как бы вот это вот не видно было. А сейчас все это вот вылезло, это все. Вот. И вот этот вот негатив. Негатив. Капец какой-то. Вот. И хочется, конечно, ругаться матом. Вот оно как-то тебе, знаете, не то, что хочется, оно как-то провоцирует вот эти все ситуации, провоцирует вас на это. Так что старайтесь сдерживаться и не терять свою энергетику, не отдавать этим вампирам, которые как бы вот рядом с вами негативят. А сейчас негативных людей очень много. Поверьте, у меня работа с людьми вот просто вот негативит настолько. Вот спрашивается, вот мне звонят, да, я делаю заказы, там, беру заказы по яйцам, по продукции работы от фабрики, и вот мы, значит, берем заказы. Мне выливают столько дерьма. Вот. Что это такое? Типа, что у вас такие дорогие яйца? Извините меня. А что, я их несу? Лично моя это фабрика или что? Что же вы так негативите? Вот. Я стараюсь себя держать в руках и говорю, знаете, я нашла себе такую уловку. Если вам что-то не нравится, горячая линия фабрики, и вперед звоните туда и рассказывайте. Стараюсь не внедряться в том, что они обливают меня, как говорят, ну, не то, что вот меня там обливают грязи, да, они провоцируют, чтобы я тоже вот отдала им часть энергии. Притом, вот я заметила, одни и те же клиенты, вот одни и те же клиенты, значит, они и дома тоже так же негативят. И дома, значит, не набрались энергии, поели своих уже близких родичей, так они уже приходят на работу, и давай на работе есть вот это вот все подряд. Вы думаете, кто-то вот позвонил на горячую линию и наорал на фабрику о том, что какие вы идиоты и тому подобное, почему вы повысили цену на яйцо? Никто не позвонил. Потому что они понимают, что на меня, на беззащитную, можно наорать, да, а на фабрику там их пошлют подальше. То есть никто их там слушать не будет и сочтут их за психически больных людей. Вот, поэтому сейчас очень много таких ситуаций, которые выводят вас на конфликт. Вот много таких ситуаций. Так что старайтесь себя держать в руках, не ругаться матом. Чем больше нас будет в нашей стране и в людях светлой энергии, тем быстрее закончатся все эти катаклизмы и все эти боевые действия на нашей территории. Даже в этих тяжелых условиях надо духовно развиваться. Кто-то молится, кто-то духовную литературу читает, кто-то делает хорошие поступки, кто-то медитацией занимается. То есть держите себя в руках. Вот такой мой посыл всем моим клиентам и всем моим слушателям и тем, которые заходят на мой канал. Может, у кого-то тоже есть какие-то такие вот ситуации, напишите мне. Я могу озвучить на своем канале. Может, что-то такое, знаете, кто-то что-то заинтересует в какой-то ситуации. Так что всех люблю, целую. Ой, знаете, да будет свет, чтобы свет наконец-то дали. Это вот такая трагедия с этим светом, понимаете. Вот надо... Ну, нет света. Ну, и чего же ругаться? Надо принимать это все как есть. Ну, вот нет света. Ну, что? Ну, сейчас я поднялась на одиннадцатый этаж. Ну, пришлось спуститься. Хотелось, не хотелось. И при том, знаете, так свет баха отключили. Вот по расписанию не было. А потом изменили расписание, отключили свет. Только собралась идти. Хорошо, хоть лифт не зашла. А то сейчас лифт где-то там сидела. Представляете, капец какой-то. Ну, вот надо смеяться над такими ситуациями и вот как бы не негативить. Тогда и в вашей семье будет покой и мир. И у вас и с работой все хорошо. И вас будут окружать такие люди без негатива. А если вы будете негативить и матом ругаться, то и окружение у вас будет точно такое же. Потому что с праздником всех целую и люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok